Долгие годы мы привыкли говорить, что письменная литература азербайджанского народа берет свои истоки от героического эпоса Китаби Деды Гаргут, не так ли? После того, как вы прочтете эту статью, у вас сложится совсем иное мнение об этом. Дело в том, что письменная литература берет свое начало не с XI-XII веков, когда был написан Китаби Деды Гаргут, а намного ранее, с VIII столетия нашей эры. В 1934 году в Москве прошел первый съезд советских писателей. На мероприятие были приглашены самые видные мировые литературоведы того времени, среди которых можно было встретить имена Максима Горького, Исаака Бабеля, Луи Ярагона, Мартина Андре Сена Никсё, Жан Ришара Блока, Андре Мальро, Рафаэля Альберти. Азербайджанскую делегацию, которая принимала участие в съезде, возглавлял первый председатель Союза писателей Азербайджана, первый ректор Азербайджанского государственного университета, ныне БГУ, Мамет Кизым Аликберли. А это состав азербайджанской делегации, Али Назим, Самет Вургун, Салман Мумтаз, Михти Гусейн, Джафар Джабарлы, Микаэль Рафили. Так вот, в ходе своего выступления на съезде, Мамет Кизым Аликберли выступает с сенсационным утверждением о том, что азербайджанская письменная литература берет свое начало с 8-го столетия нашей эры. Чтобы найти ответ, обратились к внуку брата Мамет Кизыма Аликберли, Аликперу Аликперову, который проживает в настоящее время в Баку. Собеседник агентства, главный менеджер Британского колледжа Азербайджана, предоставил архивные материалы тех времен с докладом Мамет Кизыма Аликберли на первом съезде советских писателей в Москве. Азербайджанская письменная литература начинается с 8-го столетия нашей эры, а именно с появления на сцене поэтессы Зибейда Хатун, которая творила на тюркском, арабском и форситском языках. Зибейда Хатун, азербайджанка, она писала преимущественно стихи на тюркском языке, это яствует из книги, вышедшей в Бомбее под названием «Рузи Ревшин». Мы отнесли возникновение письменной литературы Азербайджана к 8-му веку. Но эта дата является приблизительной. Возможно, что будущие исследователи найдут более ранние источники. Во всяком случае история Азербайджана уходит в более древние просторы. По словам Аликберли, вполне возможно, что в исторических архивах Индии, современного Мумбая, все еще пылится та самая книга Рузи Ревшин, о которой говорил брат его деда. Сегодня у азербайджанских исследователей есть отличный повод для того, чтобы начать поиски первого памятника азербайджанской письменной литературы. Мы можем постоять за подлинную историю нашего народа. Мы просто обязаны сделать это. Мамед Кизым Аликберли в 32 года, в своей жизни, успел стать одним из первых педагогов Дагестана в 20 веке. Первым председателем Союза писателей Азербайджана, первым ректором Азербайджанского государственного университета, редактором журналов «Красная генджа», «Революция и культура», «Литературный Азербайджан» и «Маариф Йолу», газет «Дагестанская фугара», «Коммунист», «Вышка», «Литературная газета» литературным критикам, доктором филологических наук, а также профессором. В ночь с 12 на 13 октября 1937 года в Баку после суда, так называемой «тройки», длившегося всего 15 минут, наряду с другими выдающимися именами Азербайджана и всего тюркского мира. Мамед Кизым Аликберли был расстрелян.